Российская Федерация предоставит нашим сельхозпроизводителям гуманитарную помощь в виде топлива на полмиллиарда рублей или более 100 миллионов леев. Москва также продолжит поддерживать нас в борьбе с коронавирусом и последствиями кризиса, который вызвала пандемия. Эти темы президенты Игорь Дадон и Владимир Путин обсудили во время видеоконференции. В ходе диалога Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время Россия отправит в нашу страну партию топлива, ранее запрошенного Игорем Дадоном в качестве помощи сельхозпроизводителям, пострадавшим из-за засухи. Общая стоимость поддержки превысит 100 миллионов леев. По вашей просьбе мы сформировали необходимые денежные средства в виде гуманитарной помощи. Это в общем объеме до полмиллиарда рублей для того, чтобы поставить вам для сельхозпредприятий, которые наиболее пострадали, дизельное топливо, как вы и просили. Первый транш у нас подготовлен на половину этой суммы. Мы ждем от вас, Игорь Николаевич, списка предприятий, которые в первую очередь нуждаются в этой поддержке. Главы государств также обменялись информацией о пандемической ситуации в России и Молдове. Владимир Путин заверил, что российский народ будет рядом с молдавским в борьбе с этим вирусом. Что касается коронавируса, мы, как вы знаете, поставили в Молдову тоже по вашей просьбе 15 тысяч тест-систем, но готовы и дальше работать совместно на уровне специалистов, на уровне санитарных врачей, эпидемиологов и специалистов-ученых, которые в этой сфере эффективно работают в Российской Федерации, для того, чтобы поддержать вас и граждан Молдовы, которые сталкиваются с этой эпидемией. Игорь Дадон поблагодарил за помощь, оказываемую российскими властями, в том числе за их готовность предоставить кредит в размере 200 миллионов леев молдавскому правительству. Эта тема обсуждалась на прошлой неделе в Москве. Я хочу сразу сказать большое спасибо за помощь, которую Российская Федерация оказала и по борьбе с коронавирусом. Российская Федерация – одна из первых стран, которая откликнулась и в марте, в апреле этого года пришла с помощью. Хочу также вам сказать большое спасибо за то, что Российская Федерация готова предоставить тот кредит, который мы в ближайшее время здесь подпишем соглашение. Речь идёт о кредите 200 миллионов евро для поддержки экономики Республики Молдова. Игорь Дадон подчеркнул, что 1 октября в формате телеконференции состоится Молдавско-российский экономический форум, а 2 октября в таком же формате пройдёт заседание Молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Президенты в ходе дискуссии пришли к выводу, что у молдороссийских отношений был непростой период, но в последнее время двусторонний диалог возрождается. Да, нам удалось вместе с вами за последние годы практически вернуть стратегическое партнёрство между нашими странами на всех уровнях. На уровне президента мы запустили, перезапустили это партнёрство в 2017 году, когда была первая наша встреча в качестве президента. На уровне парламента и на уровне правительства, вот последний год я консатирую, что у нас очень хороший диалог. И практически по всем направлениям государственной власти, по всем уровням у нас стратегический диалог имеет очень хороший динамик. Владимир Путин подчеркнул, что большой вклад в возобновление конструктивного диалога внёс сам Игорь Дадон. И благодаря его усилиям отношения между Молдовой и Россией вернулись в русло, прочерченное соглашением о дружбе и сотрудничестве, подписанном 20 лет назад. Очень надеюсь, что и после президентских выборов, которые должны у вас состояться буквально через месяц, я, кстати, хочу вам пожелать успехов на этих выборах, нам удастся продолжить начатую вами работу по восстановлению наших межгосударственных связей и по их развитию. Главы государств обсудили также больной для студентов, живущих в Молдове и поступивших в российские вузы, вопрос передвижения. Игорь Дадон попросил рассмотреть возможность возобновления авиа- и железнодорожного сообщения между нашими странами. Дискуссии на основе достигнутых сегодня договорённостей продолжатся на уровне глав исполнительной власти.